Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Дети – это наше счастье, наше настоящее и наше будущее. Когда начинает болеть наше чадо, мы не можем найти себе место. Нам становится тяжело как на душе, так и на сердце. И мы задаемся лишь одним вопросом – что делать? Чтобы не довести благосостояние наших детей до плачевных последствий, нам, друзья, как говорится, нужно знать врага как снаружи, так и изнутри. Тема нашей сегодняшней передачи – очень коварное заболевание, острый эксудативный атид. О том, что это, расскажут квалифицированные специалисты 5-й клинической больницы города Алма-Аты. Также мы сегодня узнаем, какие методы лечения и профилактики существуют. Не переключайтесь, будьте с нами. Мы не стали нарушать традиции и сразу же прошли в детское стационарное отделение, где нас ждал врач Ота Варингова. Здравствуйте, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Меня зовут Серик, журналист телеканала «Асаларна». Да. Веду программу информационно-познавательную «Семейный доктор». Мы вот частые гости у вас в клинике. Сегодня мы затронули очень распространенную патологию, коварную заболевание. Это острый эксудативный атид. Расскажите нам, пожалуйста, что… Пойдемте, расскажем, пойдемте, расскажем. Острый атид – это острое воспаление барабанной перепонки и среднего уха. Эксудативный атид – это наличие выпада за барабанной перепонкой. То есть в барабанной полости. То есть острое воспаление – это вот резко возникло, а эксудативный атид – это длительно протекающая. Там причин очень много может быть. Вот. А какие причины? На первом месте во всем мире стоит аденоидная вегетация. То есть когда аденоиды разрастаются, то есть в носоглотке открывается слуховая труба, которая вентилирует ухо. Носоглотки растут аденоиды. Когда они перекрывают слуховую трубу, здесь формируется жидкость. Это называется эксудативный атид. А помимо каких еще? Да, да, да. Вот это очень хороший вопрос. Трубная дисфункция. На нее мало кто внимания обращает. А еще есть дисфункция мерцательного эпителия. То есть стенка слуховой трубы, она покрыта как зубная щетка мерцательным эпителиям. И в норме она работает изнутри, то есть в носоглотку. Если в норме собирается жидкость в ухе, она должна за счет хорошей работы вот этой мерцательной эпителии эвакуировать ее в носоглотку и мы ее заглатываем. Это нормальный механизм. За счет того, что аденоиды сдавливают, нарушаются все три звена вот этого. Причиной также может быть перенесенная респиратурная вирусная инфекция и нерациональное применение антибиотиков, которые не ликвидируют инфекцию среднего уха, но сами по себе могут создавать благоприятную почву для размножения устойчивых к ним возбудителей. Важное значение имеют иммунопатологические реакции, которые свидетельствуют о развитии чувствительности слизистой оболочки среднего уха. Вот мы сейчас находимся в стационарном отделении, в клинике. В детском. Сколько у вас здесь вообще коек? 30 коек. Это единственный стационар в городе, который оказывает такую вот помощь экстренным детям и плановую помощь оказывает. На 30 коек. Удивительно, силу и волю врачей хоть отбавляй. Буквально за 20 минут до нашего интервью Курбан Саматович провел целых 12 операций, связанные с сухогорло носом. Из них была одна очень серьезная, то есть это вот ребенок, то есть отсутствие носового дыхания, за счет неправильного формирования носовой перегородки, носовая перегородка сместилась вправо и закрыла право носовой ход. То есть вот тут дедушка ходил в шляпе, мы увидели, то есть мы ему полностью все это восстанавливали дыхание. У него будет хороший результат. Ну давайте теперь вернемся к теме ближе. Средоативного отец. Да. Какие симптомы сопровождать? Снижение слуха. Родители, как правило, приходят и говорят, он переспрашивает. Ребенок переспрашивает, либо начинает добавлять звук, вот аудио, видеоаппаратуры, либо телевидение и так далее. Это первые симптомы, на которые нужно обращать внимание. То есть родители говорят, что он где-то сам по себе какой-то вот не реагирует на звуки. Ручку, например, роняешь, он не реагирует. Либо нужно громко ему объяснять, вот чтобы он услышал. Это вот первые симптомы. Родители приходят, и когда уже смотришь в лухо, ты видишь все эти признаки эксудативного отита. Эксудативным средним отитом болеют как взрослые, так и дети. Но у ребенка диагностировать эксудативный отит бывает сложнее, чем у взрослых, не только в связи с недостаточной яркой симптоматикой, но и с трудностями, возникающими во время сбора жалоб и анамнеза. Маленькие пациенты, к большому сожалению, в силу своего возраста, не предъявляют жалоб. Жалоба и клиническая картина напрямую зависят от стадии заболевания. Начальная стадия эксудативного отита характеризуется скудными жалобами и клиническими проявлениями. К нам, когда приходят, бывает, бессимптомно может пройти. При осмотре мы смотрим именно среднее ухо, отправляем на обследование тимпонометрию. Это за наличие жидкости, за барабанной перепонки. Обследование пройдет у нас в фурдологическом отделении с результатами к нам приходит. При рецидивирующем течении эксудативного отита специалисты отделения детской лорпатологии в обязательном порядке назначают пациенту проведению компьютерной томографии височных костей для получения достоверной картины воздушности полости среднего уха, состояния ее слизистой оболочки, цепи слуховых косточек, окон лабиринта и костного отдела слуховой трубы, плотности локализации патологического содержимого. Для выявления причин, способствующих возникновению эксудативного отита, пациенту в отделении детской лорпатологии городской клинической больницы номер 5 города Алматы проводят эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки или рентгенологические исследования носоглотки у маленьких детей при невозможности проведения эндоскопии и околоносовых пазух. Вот, скажем, человек не вовремя обратился к специалистам, да, к квалифицированным? Каким осложнением? Спайкам. Это очень-очень... К сожалению, таких детей хватает, как бы достаточно их. Не вовремя пролеченное, либо неправильно пролеченное, экзотивно-тит, он ведет к тому, что за барабанной перепонкой формируются спайки. Они втягивают барабанную перепонку на медиальную стенку уха, и она атрофируется и истончается, эта перепонка. Ну и к чему она... Снижение слуха. Снижение слуха, снижение слуха. Если не лечит экзотивный средний отит, переходит этот процесс на хронические заболевания среднего уха. Могут быть там адгезивные отиты. Ребенок, если долго не лечится, санации носоглотки, если не будет делать, ребенок не будет слышать. В основном идет больше, как кондуктивные тугоухости они вызывают. Все вышеперечисленные врачами осложнения возникают в результате нашей с вами халатности по отношению к нашим детям. Если вовремя не обратиться за помощью к специалистам, последствия обернутся очень плачевными как для нас, так и для наших детей. Дорогие друзья, существует два вида лечения. Это консервативное и хирургическое вмешательство. Сейчас мы стоим у операционного блока, где на детский лоропатологии в день делают по 12, от 12 до 18 операций. И мы сейчас все это вместе с вами увидим. Если от одного и до трех месяцев функция слуховой трубы не восстанавливается в достаточной мере, эксудат не рассасывается и слух не улучшается, необходимо использовать хирургические методы лечения для эвакуации секрета из барабанной полости. Наиболее широко применяется шунтирование барабанной полости. С этой целью выполняется парацинтез барабанной перепонки в задней нижнем ее квадрате и через разрез вводят шунт из биоинертного материала тефлона, силикона, палеетилена или керамики. Существует множество форм шунтов. Дренажная трубка с отверстиями, катушка, трубка с полупроницаемой, мембранной и другое. Через шунт в барабанную полость вводят лекарственные вещества и выкачивают из нее содержимое. Обычный дренаж оставляют до тех пор, пока не наступает выздоровление с улучшением тубарной функции. Введенные через разрез барабанной перепонки шунт нередко самопроизвольно выпадают, поэтому иногда приходится вводить повторно. Ну вот если не доводя до хирургического вмешательства, какие еще консервативные? Да, конечно. Мы всегда, не всегда как бы мы оперируем. Сначала пробуем полечить консервативно. Примерно от месяца до трех месяцев это занимает. Как правило, родители, которые контактируют с врачом, дружат с врачом, постоянно приходят в назначенное время на прием, они получают хорошие результаты. То есть там есть, когда капельки в ухо назначаются специальные, есть, делается массаж барабанной перепонки, массаж слуховой трубы, дыхательная гимнастика, вот, и потом через несколько дней переснимаются. Опять же, слух проверяется, проверяется тимпономик. У некоторых варсанавливаются. Санация носоглотки делаем, сосудосуживающие терапии назначаем, антигистаминные терапии назначаем для ребенка. Если нужные моменты, там, скопление жидкости за барабанной перепонкой, делаем парацинтез именно надбарабанной перепонкой. После парацинтеза каждый день наблюдаем ребенка, носоглотку санации делаем, отправляем на фоне выздоровления, физиолечение можно проходить, электрофорез с дексаметазоном в течение недели. Контрольный осмотр через месяц тимпонометрию сделаем. Заметку вам, дорогие телезрители. Тимпонометрия – это безболезненное исследование функций среднего уха, состояния слуховой трубы и подвижности барабанной перепонки. В ходе процедуры тестируется реакция уха на звук и давление. В ушной канал вводится небольшой инструмент, который заставляет барабанную перепонку двигаться. Результаты записываются в виде кривой тимпанограммы. Манипуляция занимает не более 10 минут, не требует подготовки и не вызывает побочных эффектов. Тест выявляет наличие жидкости и аномальные давления в среднем ухе, повреждение барабанной перепонки, нарушение целостности слуховых косточек. Дети после операции, после хирургического вмешательства в течение какого срока восстанавливаются, то есть период реабилитации? Как правило, к 10 дню они уже полностью приходят в себя. Уже восстанавливается слух полностью, уже дышат хорошо, и уже отделяемые из уха прекращаются, что связано с их стативным оттитом. Но они подлежат наблюдению, то есть через месяц, через три, через шесть и через год. Например, я заметил из практики, что к 8 месяцу уже полное идет восстановление слуха. Но там есть определенный комплекс мероприятий, которые нужно обязательно делать. Вот если их не соблюдать, эти мероприятия, у них вот слух у некоторых может опять снижаться. Поэтому, когда больные выписываются, дети, я родителям прям четко объясняю, что эксотивность, это проблема всемирная. Не только здесь это проблема. Во всем мире дети страдают, и во всем мире помощь одна. Поэтому здесь очень важно именно в послеоперационном периоде, то есть родителям, пристально заниматься. Врач-хирург или врач-флорг может помочь с этой проблемой удалить эти аденоиды, удалить эту жидкость, которая в ухе, помочь. Либо врач-флорг может помочь назначить препараты, которые будут помогать лечению. Дальнейшая реабилитация зависит уже от родителей, как они будут заниматься с ребенком. А там в реабилитацию входит дыхательная гимнастика, массаж слуховой трубы, наблюдение у флорг по месту жильца, и ежеквартальная проверка слуха, аудиометрия, тимпанометрия. И там, если в течение года идет опять снижение слуха, там уже идет второй этап, другие манипуляции уже применяются. Существует закономерность. Предупрежден – значит вооружен. А в данной ситуации наше орудие – это профилактическое мероприятие. Обязательно следить за носовым дыханием. Я всегда всем это говорю на всех консультациях и после операции и так далее. Ребенок, дышащий через нос, у него не должно вот этого быть. Такого, как правило, бывает, когда упустили момент, когда ребенок простыл, в носу сопли, он не может вдохнуть, он переходит на ротовое дыхание. И все это приводит к тому, что отсутствует вентиляция уха через слуховую трубу. Ведет в формирование к суду. Ну, если даже какие-то вот симптомы наши дорогие телезрители заметили у своих детей немедленно, да? Конечно, конечно. Не нужно заниматься самолечением. Послушайте обязательно рекомендации профессионала. Есть врачи, они вам помогут. Два раза в год обязательно нужно показывать ребенку лоро-ручку. Особенно, когда он часто болеющий, постоянно выделение из носа. Это обязательно нужно делать. Профилактика для детей в основном надо дыхательной гимнастикой должны заниматься дети. Научить надо ребенка правильно, высмаркивать. Здоровое питание. Сладкие, исключать питание организма. Сладкие вызывают в основном гнойные процессы. 15 минут нашей телепередачи, дорогие друзья, к сожалению, подошли к своему логическому завершению. Я надеюсь, что сегодняшняя программа была полезной для вас и вы узнали много нового об этой коварной и грозной патологии. Если у ваших детей появились вышеперечисленные врачами симптомы, просто необходимо обратиться к квалифицированным специалистам за помощью. А с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова